Стори-теллинг Потом новое открытие, высказывание гипотезы, постановка эксперимента и поехали по вечному кругу. Точные науки, математика со всеми своими разделами и подразделами, вплоть до информатики, смеются над естественными науками, так как в них законами объявляются подмеченные закономерности. С точки зрения математики это недопустимо, конечно. Разницу в способах мышления точного ученого и естественно научника отлично иллюстрирует анекдот про математика и физика летящих на самолете над штатом Канзас. Физик видит черную овцу, пасущуюся на лужайке, и записывает в своем дневнике «В штате Канзас водятся черные овцы». Математик, увидев то же самое, в своем дневнике записывает «На севере Канзаса есть по крайней мере одна овца, черная сверху». Но если говорить о гуманитарных науках, которые изучают все, что наработано, пытаются систематизировать информацию, сделать некоторые выводы из найденных закономерностей, наметить тенденции, сконструировать некоторые прогнозы о дальнейшем развитии. Ну какая это наука? Это просто изучение одними людьми того, что написали другие. Написание новых текстов на эту тему, которые в свою очередь дают материал для изучения следующим поколениям ученых. Часто новые ученые пишут о том, что попытка прогнозирования тех ученых провалилась, злорадствуют всячески по этому поводу, потом делают свой прогноз, такой же точный. Так что все эти занятия совершенно бессмысленны, как и вся наша жизнь. Но ужасно интересно, как она же. Со мной, конечно, можно поспорить, но я все-таки математик по первому образованию, и утверждаю, что какое-нибудь литературоведение или история — это никакие не науки. Они с той или иной степенью достоверности устанавливают факты, реконструируют бывшие некогда события и рассказывают нам истории о нас самих, о наших предках, об истоках нашей культуры и общественной жизни. Нам ужасно интересно, потому что это так или иначе про нас, потому что все, о чем они рассказывают, было на самом деле, и потому что это истории. А потребность в захватывающей истории — базовая потребность человека. Это такой побочный эффект, непомерно развившийся в результате эволюции высшей нервной деятельности приматов. Проще говоря, мыслительного процесса человека. Вообще, наукообразные термины, они всегда маскируют какую-нибудь простую вещь. Читать историков невыносимо скучно. Они же ученые. Пишут сухим, бесстрастным языком. Перечисляют все битвы, даже самые незначительные. Приводят документы, даже какой-нибудь счет из прачечной адмирала Нельсона. И добивают нас датами. Историки очень любят цифры, даже больше, чем математики. Математике ведь не нужно притворяться наукой. А историкам нужно маскировать свою любовь к историям сухим научным языком. Поэтому книги по истории никто, кроме историков, читать не может. Но ведь и остальным, нормальным людям, тоже нужны истории. И вот тут на помощь приходит художественная литература. Которая те же самые истории рассказывает поживее. Иногда без цифр, иногда додумывая, придумывая кое-что, чтобы было интереснее. Художественную литературу как явление человеческой культуры изучают литературоведы. Интересно, что художественная литература как объект изучения некой научной дисциплины вполне соотносится с живой природой, которую изучает естествознание. То есть существует некоторый массив художественных текстов, в котором копаются ученые. Это слово я беру в кавычки. Ученые обнаруживают закономерности, возможно, высказывают некоторые гипотезы, пытаются нащупать тенденции и проследить путь развития литературы с древности до наших дней. Но потом появляются некие люди, которые не имеют ничего общего ни с учеными, ни с литературоведами и пишут учебники, как надо рассказывать истории. Используют сухой язык очередных ученых, чтобы придать своим, в общем, вполне художественным размышлениям вид учебника. И мало кто замечает некоторый логический сбой, который тут, на мой взгляд, кроется. Изучайте тексты и авторов сколько хотите, раз вам это так интересно. Но пытаться научить кого-то правильно рассказывать истории, что такое правильно? Разве ученые, изучающие зяблика, пишут учебник, как правильно быть зябликом? Или слоновед открывает онлайн-курсы по правильному использованию хобота? Да и кто пишет эти учебники? Ученые литературы-веды? Нет. Они честно рассказывают о тех историях, которые уже написаны. Сами литераторы, очень редко им есть что писать поинтереснее учебников. Может быть, литераторы, которым писать нечего? Вот да, тут в точку. Это те литераторы, которых никто не читает. Литераторы-неудачники. Они очень любят свое дело, но оно им не дается. Они изучают чужие истории, отчаянно пытаясь понять, как они написаны. Подмечают закономерности, объявляют их законами и пишут учебники. Или лекции читают. Здравствуйте. Только, конечно, ни одному зяблику не придет в голову слушать эти лекции. А кто их слушает и кто читает? Студенты и авторы других учебников на ту же тему. А те, кто и так хорошие рассказчики, не читают. А если и заглянули пару раз из любопытства, то тут же закрыли и больше к ним не возвращаются. Потому что кто хороший, а кто плохой рассказчик поверяется не алгеброй, не высчитыванием, на какой минуте происходят первые убийства, а чем-то другим, непостижимым. Как кто хороший, а кто плохой рассказчик выясняется опытом и только опытом, отношением аудитории, ее желанием слушать истории из этих конкретных уст. Во времена Шекспира было множество драматургов, даже более модных, чем он. Но в веках остался он. И его истории вот уже 400 лет рассказывают и пересказывают. Хотя тут даже нельзя сказать, что это были его истории. Истории были все те же старые, всем известные. Иногда даже те же самые, что рассказывал в соседнем театре какой-нибудь Томас Китт или Кристофер Марлоу. Но как они рассказаны, это важнее, чем то, что рассказывается. И так было испокон века. Люди всегда нуждались в хорошей истории, которая была бы хорошо рассказана. Доисторические охотники чувствовали потребность не просто убить мамонта, но еще и увлекательно об этом рассказать. Они собирались вечером у костра и, обгладывая кости, рассказывали друг другу, как они бежали, как кидали копья, как повалили, как выдавили ему глаз, как сломали бивень, как завязали узлом хобот, чтобы он не мог дышать. Об этом они, наверное, прочли в каком-нибудь древнем учебнике по мамонтоведению. И как, наконец, разбили ему голову огромным камнем. И все верили тому рассказчику, который рассказывал наиболее увлекательно, не наиболее правдиво, а наиболее увлекательно. Все верили ему, не обращая внимания на его привирание. Они все там были, все участвовали в охоте. Но верили даже тем деталям, которых не было, которых быть не могло. Рассказчик не прыгал на мамонта с дерева, потому что мамонта убили в чистом поле. Но разве это важно? А в это самое время в пещере жены укладывали спать детей на свежих и чистых шкурах того самого мамонта. Крики отцов у костра не мешали засыпать детишкам. А вот вой какого-то зверя в лесу за пещерой пугал и не давал уснуть. Плачет доисторический малыш, зовет маму. И мама приходит и говорит о том, что не стоит бояться дикого пса, который воет, потому что сам он воет от страха. А чего он боится? Он потерял свою тень и воет, и ищет, и зовет ее вернуться. Ведь что такое дикий пес без своей тени? Все равно, что человек без друга, охотник без жены, мать без малыша. И не знает, не понимает дикий пес, что лишь взойдет над лесом солнце, и тень вернется. И перестанет пес выть, замолчит. И вот тогда станет опасным, начнет охотиться. Охота требует тишины, спроси у отца. А пока он воет, он выдает себя, и охотиться он не может. Жалко его, правда. Ведь если бы наш папа не мог охотиться, его было бы жалко. И меня было бы жалко, и тебя. Так давай, засыпай скорее, чтобы ночь поскорее прошла. Чтобы взошло солнце, чтобы вернулась тень к дикому псу. Чтобы он ничего не боялся, как не боишься ты. Как мне нравится сейчас ваше состояние. Видите, как важна хорошая история. Ни один учебник не может научить писать хорошие истории. Если бы мог, у нас было бы столько писателей, сценаристов и драматургов, сколько человек прочли книги Макки, Сида Филда, Нила Ландау и так далее. Но их нет. Хорошим рассказчиком по-прежнему остается один из всех охотников, сидящих у костра. Только у одной мамы успокоенный сынок мирно засыпает подвой дикого пса. В остальных пещерах дети продолжают плакать, а матери бессильно обнимать их или яростно на них орать. Нельзя научиться быть хорошим рассказчиком. Но хороших рассказчиков можно изучить, как мамонтов. И в хороших историях подметить некоторые закономерности. Отличить хорошую историю от плохой очень просто. Если вам интересна, история хорошая, если нет, плохая. Конечно, у каждого свой вкус, всем нравятся разные истории. Странно было бы охотнику рассказывать про дикого пса, потерявшего свою тень. А пещерный сынок не уснул бы под рассказ о выдавленном глазе мамонта. У каждой истории своя целевая аудитория. Но у всех историй есть много общего. И можно попытаться выяснить, почему одни истории хорошие, другие не очень. Люди пытались понять это с незапамятных времен. Какие вообще бывают истории? Представьте себе, находятся смельчаки, которые составляют списки всевозможных историй. Так, например, Иоганн Вольфганг Гетте утверждал, что итальянский драматург Карло Готци выделил когда-то 36 драматических сюжетов, вокруг которых вращаются все рассказанные в театре истории. Откуда это взял Гетте, неизвестно. Список Готци так и не обнаружили. Фридрих Шиллер, услышав такое свидетельство Гетте, возмутился. Сказал, что сюжетов гораздо больше. Попытался сконструировать свой список, но где-то на 20-м пункте выдохся и сказал, что больше придумать не может. А Жорж Польти смог. Жорж Польти — это такой французский театровед, который знаменит только тем, что в конце XIX века смог выдвинуть список из 36 сюжетов имени Готци. Весь этот список я приводить не буду. Если интересно, погуглите. Но там есть такие интересные пункты, как «Затравленный», «Фатальная неосторожность», «Адюльтер». «Адюльтер», «Адюльтер», «Сопровождаемый убийством» — это разные пункты. «Месть за преступление», «Месть за близкого» — тоже разные пункты. «Судебная ошибка», «Угрызение совести». Не знаю, мне кажется, в наше время мы можем добавить еще несколько коллизий. Не вовремя сел телефон. Погода фатально нелетная. В общем, по-моему, «Месье Польти», составляя этот список, пытался компактно систематизировать все имеющиеся сюжеты. И одновременно с этим старался непременно растянуть, довести свой список до 36 пунктов, чтобы было как угодцы. То есть, чтобы этот перечень соответствовал тому списку, которого никто, кроме Гёте, не видел. А можно ли вообще доверять этому лукавому и веселому старику, лукавому, как один из его персонажей? В общем, что-то такое почувствовали те, кто пытался по учебникам научиться быть зябликом и стали сокращать количество сюжетов. Есть списки о 24 пунктах, о 12. Я вам расскажу о моем любимом. Из четырех. Этот список составил Хорхе Луи Борхес, аргентинский писатель и слепой библиотекарь. У него есть коротенькое эссе, четыре цикла. Там он дает описание всех четырех историй, которыми тысячелетия кормятся писатели, драматурги, ну, теперь еще и сценаристы. Первая история самая старая. Это история об укрепленном городе. Город штурмует и обороняют герои. Ну, это, конечно, Илиада прежде всего. Штурм города здесь — это внешнее обстоятельство. Нас же интересуют отношения между персонажами, оказавшимися в этой ситуации. Вот Ахилл он погибнет, вот Агамемнон он оскорблен, вот Пир со своей победой, вот хитромудрый Одиссей и шлемоблящущий Гектор, вот Андромаха она плачет, вот Парис слишком красив, чтобы сидеть на месте, а вот Елена, из-за которой все началось и про которую все забыли. Вторая история, тесно связанная с первой, история о возвращении. После победы над Троей Одиссей возвращается на Итаку, но он прогневил богов и не может просто взять и вернуться. И вот он десять лет скитается и через двадцать лет, прибавляются десять лет под стенами Трои, возвращается домой. А дома новый сюжет, и пенелопа постарелый, и телемах вырос, а в доме хозяйничают чужаки. Третья история — поиск. Все истории поиска кладов укладываются сюда. Началось все с Ясона, отправившегося за золотым руном. Кстати, сюда же укладываются все детективы. Есть тайна, ее надо разгадать, найти убийцу, вора, вернуть похищенного или похищенная. Четвертая история, самая свежая, самая интересная, на мой вкус, — это история о самоубийстве бога. Есть некий суперчеловек, суперличность, который приносит себя в жертву. Это, конечно, во-первых, Христос, а во-вторых, все комиксовые супергерои, которые чувствуют персональную ответственность за свой Готэм. Сюда же укладывается, например, Гарри Поттер. Прежде чем принести себя в жертву, герою нужно осознать свою миссию, осознать необходимость и пользу своей жертвы. Отсюда то, что называется историями взросления. Христос не сразу начал служить, только в 30 лет. Гарри Поттер долго не понимает, почему все смотрят на него, как на суперзвезду, ведь до 11 лет он жил под лестницей, над ним все издевались. Этап этой истории — сопротивление своей миссии. Христос высылает моление о чаше. Взрослеющий пубертатный Гарри устраивает друзьям истерику, по-моему, в пятой книге. Он не понимает, почему все от него чего-то ждут, не понимает, почему на него возложена миссия войны с тем, кого нельзя называть. Он готов отказаться от борьбы, но жребий брошен, Рубикон перейден, мосты сожжены, дама ваша убита. Конечно, вся эта систематизация упрощает реальность, моделирует ее, но помогает сформулировать, о чем, собственно, та или другая история. Кому помогает сформулировать? Зяблику, который вознамерился стать слоном. Или редактору. Он читал учебники, он знает, как надо. Еще раз добрый день. Бывают хорошие редакторы, бывают, которые обожают копаться в чужих текстах, делают это виртуозно, любят авторов и интересные истории. В компании «Среда», в которой я имею честь работать, редакторы только такие, конечно. Но в редакторском цеху, надо признать, попадаются злобные, амбициозные, неудавшиеся рассказчики, которые злорадно подходят к тексту с циркулем и линейкой. Ну-ка, ну-ка, что это тут у вас? История взросления? Почему же тогда герой ищет клад? И жутко радуется, что у вас тоже, как у него, не получилось по учебнику. И никогда ты ему не объяснишь, что чистых жанров не бывает, особенно в 21 веке. Что если принять, например, список Борхеса за истину в последней инстанции, то не напишешь, например, ни одной истории про любовь. Взгляните на список. Историй про любовь в нем нет, если не считать небольшого мотива про Елену в первом пункте. Это что же значит, что истории про любовь не существует? Или Борхес не прав? Нет, Борхес прав. Истории про любовь тут есть. Если это история о том, как кто-то добивается объекта своей любви, я специально избегаю гендера, то это история номер один. История об осажденном городе. И город не сдается. Или осаждающий уходит ни с чем. Вспомним Ромео и Джульетту. Это двое любящих, которые находятся по разные стороны крепостной стены. И стена эта родовая вражда Монтекки и Капулетти. Город падет, вражда кончится. Но какой ценой? Если любовная история о том, как один отправляется за объектом страсти в странстве, вызволение Василиса Премудрой от Кащея, королевич Елисей за своей невестой скачет, да даже принцесса Лея размораживает своего хана Сола, то что это, как не поиск клада? А может быть и возвращение к любимой, как в той же Одиссее? Или комбинация поиска клада и возвращение домой, например, принцессы на горошине? Принц искал везде-везде свою принцессу, пережил взросление, отчаялся, вернулся домой, а тут... Любовные истории могут попадать и в четвертый пункт – самоубийство Бога, если любящий жертвует собой ради любимого. Смотрите, например, «Титаник». Самая общая классификация истории состоит всего из двух пунктов – «Обычный человек в необычной ситуации» и «Обычная жизнь необычного человека». Никому неинтересно читать или слушать историю об обычной жизни обычного человека. Это очень скучно. Викторию Токареву однажды спросили, почему в ее произведениях у героев неустроенная личная жизнь. Она ответила гениально, потому что про благополучную личную жизнь читать неинтересно. И это, к сожалению, правда. Четвертый же вариант – «Необычная жизнь необычного человека» не работает, так как слишком много необычного, зрителю не за что зацепиться, он не чувствует своей вовлеченности в происходящее. И соскакивает с крючка. У братьев Стругацких в одном из романов космонавт вылезает из космолета на неведомой планете «Все необычное» и вдруг замечает, что на люке его космолета нацарапано неприличное слово. Он догадывается, что это нацарапал кто-то из техников, и мы понимаем, что нам рассказывают об обычной жизни необычного человека – космонавта в далеком будущем. И мы верим в эту жизнь, потому что техники грубоваты и у нас на соседней автобазе. И неприличные слова мы все знаем. Гарри Поттер – обычный мальчик. Он взрослеет, он любит, находит друзей, учится отличать добро от зла, но он оказывается в необычном магическом мире, и мы вместе с ним, потому что мы себя с ним легко идентифицируем. Мы тоже были детьми, тоже чувствовали себя одинокими и заброшенными, и тоже носили очки, и ждали, что вот-вот начнется совсем другая жизнь. Мечтали о ней. Это очень понятно каждому. Обычный человек в необычной ситуации – это все так называемые ситуативные истории. Жил-был человек и вдруг убил старушку из-за 317 рублей 60 копеек. Жили-были дед и баба, как вдруг дед ей говорит «Испеки колобка». И начинаются всякие странности. Обычная жизнь необычного человека – это прежде всего биографии. Биографии необычных людей об обычных биографии не пишут. Вот он родился, вот открыл в себе суперспособности, вот стал их применять, а вот начал прятаться под видом обычного банковского клерка, но чуть что раздирает на себе костюм, оказывается в трусах поверх лосин и вперед. Но даже у всех этих таких разных историй многие находят массу общего. Какие-то общие элементы, без которых история, как они утверждают, не работает. Первым теоретиком драмы был Аристотель. В 335 году до н.э. он написал трактат «Поэтика», посвященный именно этой новой дисциплине. «Поэтика» состояла из трех частей, из которых до нас дошла только первая. Повезло нам, правда? Первая часть посвящена весьма общим понятиям. В частности, Аристотель долго и сухо, он ведь был ученый, говорит о том, что такое поэтика вообще. Вторая и третья части, предположительно, были посвящены трагедии и комедии соответственно. Но уже в первой части Аристотель вводит несколько ключевых понятий, которыми теория сторителлинга пользуется до сих пор. Эти понятия – перипетия, узнавание, гомартия, катастрофа и катарсис. Перипетия – это понятие, которое Аристотель понимал одни действия, а мы совсем другим. Он пишет в поэтике, что перипетия – это превращение действия в его противоположность. Скажем, Индиана Джонс гоняется за ковчегом, потому что он ученый. Ему нужно заполучить ковчег в музей, но нацисты следят за Джонсом, готовясь отобрать у него ковчег, когда он его найдет. Получается, что Джонс, действуя из гуманных соображений, помогает злодеям. Сейчас мы называем это же понятие словом «поворот» и определяем как усиление угрозы или смены задач героя. Сказка про бобовое зернышко. Петушок подавился бобовым зернышком. Чтобы протолкнуть его дальше, ему нужно маслице. Но чтобы сделать маслице, нужно молочко. Чтобы добыть молочко, нужно сходить к коровке. Чтобы коровка дала молочко, нужно дать ей травушке. Чтобы была травушка, нужно ее накосить. Все время смена задачи героя. Перипетии мы сейчас называем любое событие, происходящее в продолжении истории. Это наполнение нашего рассказа, приключение героев или на профессиональном сленге мясо истории. Узнавание. Ну, тут все ясно. Герой узнает что-то, что переворачивает весь его мир. Мария, Луис Альберто на самом деле твой сын. От Хосе Аркадия и Аурелиана одновременно. Но при этом он отец Мануэллы, которая хотела убить Игнасию. Если бы ее не остановила мать Евгений. Кстати сказать, все мелодрамы держатся на двух приемах. Это тайны и треугольники. Треугольники, понятно, любовные. Тайны самые распространенные в мелодрамах. Кто чей отец, кто чей сын. Иногда кто чья мать. Но тут не обходится без кражи ребенка или его подмены на другого в роддоме. Бывают криминальные тайны. Как правило, узнавание связано с кульминацией. Но не обязательно. Узнавание может быть начальным событием, как в Гамлете. Он узнает, что отец умер не своей смертью. Его убил Клавдий. Это определяет все действия и всю прокрастинацию за главного героя. Ну, а терминах кульминации начальное событие чуть позже. Гамартия. В прямом переводе с греческого это значит роковая ошибка. Изъян. Это трагический изъян характера главного героя, который приводит к роковым последствиям. Нацисты без Индианы Джонса ковчег бы не нашли. Джонс виноват в том, что ковчег попал в лапы нацистов, что грозит гибелью всему миру. Индиана Джонс должен теперь исправить свою ошибку, вырвать ковчег из лап нацистов, чтобы спасти мир. Его задачи меняются, ставки повышаются, проблема становится гораздо серьезней. Мой любимый пример Гамартия – это момент во второй части «Назад в будущее», когда Мартия понимает, что испорченная реальность, разрушенный город, разгул преступности, женить бы бифа на его матери, гибель отца – это все его вина. Это мир, построенный по его идее воспользоваться информацией из будущего ради личного обогащения. Осознание своей колоссальной вины заставляет Мартия предпринять попытку исправить свою рукавую ошибку. Да, это мой любимый пример. А любимый пример Аристотеля и доктора Фрейда – трагедия царь Едип. Трагическая ошибка Едипа состоит в том, что он убил собственного отца и женился на собственной матери, не зная о том, что это его родители. Теперь ему грозит узнавание, причем такое оглушительное узнавание, которое сразу приведет к катастрофе. Катастрофа – это кульминация, развязка. Царь Едип ослепил себя и отправился в изгнание, но он спас фивы от моровой язвы. Петушок прошел по цепочке обратно. Травушка, коровка, молочко, маслице и протолкнул-таки бобовое зернышко в горлышко. Колобка съели. Зритель, слушатель, читатель, прослушав историю, сильно переживая за героев и получая такой финал, испытывает каторсис. Каторсис означает возвышение, оздоровление, очищение. Зритель, проливая слезы над глупым колобком, понимает неотвратимость рока, предопределенность судьбы. Он выносит уроки из этой истории, не разговаривая с бегающими по лесу незнакомыми животными или хотя бы не сорив лесу хлебом. Если серьезно, невозможно не плакать в конце «Унесенных ветром» списка Шиндлера «Пяти вечеров». И это то, чего на самом деле мы все хотим от хорошей истории. Впечатления, глубокого переживания, безудержного смеха или чистых слез. Правда же, хорошо поплакать, облиться слезами над вымыслом. Лучше всех это понимает студия Pixar. С каждым новым их мультфильмом я лично плачу все больше и больше. И это, наверное, не только потому, что я старею. Просто они все виртуознее владеют искусством заставить зрителя пережить катарсис. Я думал, нельзя заставить меня плакать больше, чем на головоломке. Но нет, вышла тайна Коко. Выдавил из меня, наверное, литр слез. Ничего, утерся, вышел из кинотеатра, занялся своими делами. Наверное, этого мы и хотим от искусства, испытать сильные эмоции, находясь при этом в полной безопасности. Формулировка не моя, а Блэйка Снайдера, автора знаменитой книги «Спасите котика». Книга совершенно блестящая и абсолютно бесполезная, что делает ее еще более блестящей. Катарсис, кстати, переживается не обязательно в конце произведения. Со мной это случается в середине второй части «Назад в будущее», в том моменте, который я уже упоминал. Каждый раз, как Марти говорит, это моя вина и чувствует вину за всю человечество. Катарсис — это момент, может быть, сцена, кадр, ради которого все затевается. Момент в списке Шиндлера, когда он прощается со своими евреями и говорит, что мог бы спасти больше. Ему стыдно, что он покупал дорогие вещи. Золотые часы, булавку для галстука, автомобиль. Ведь эти деньги он мог бы потратить, чтобы спасти еще несколько жизней. В огнях большого города Чарли Чаплина Катарсис — это финальный план, когда нищий бродяга Чарли смотрит на зрячую цветочницу, у которой свой красивый магазин. В этом взгляде и надежда, и любовь, и радость, что она излечилась, и стыд, что на самом деле он нищий бродяга, а не богатей филантроп. Так же, как и в «Ночах Кабири», улыбка героини сквозь слезы, ее шествие через веселый карнавал, хотя ее только что чуть не убили. В тайне Коко это целая сцена, когда уже, казалось, все забывшая бабушка вспоминает своего отца. Сцена довольно длинная, с каждого зрителя надо получить по своему литру слез. В пьесе Соломея Оскара Уайлда Катарсис наступает, когда Соломея все-таки целует уста пророка, правда, уста эти располагаются на уже отрубленной голове. Но одна эта сцена, конечно, не будет работать, если в истории нет всех тех элементов, которые вызовут у зрителя сочувствие герою, не заставят его внимательно следить за происходящим. Учебники утверждают, что есть обязательные элементы, которые должны присутствовать в каждой истории. На самом деле нет, конечно. Но в это верят редакторы. И чтобы разговаривать с ними на одном языке, приходится это изучать. Что же это за элементы? Экспозиция. До того, как начать сюжет, надо рассказать, где все происходит и с кем. Чтобы было понятно, кто ваши герои, в каком времени они живут, в каком месте, в каких обстоятельствах. «Война и мир» начинается в великосветском салоне Анны Павловны Шеррер. Там собирается цвет Петербурга, показывает себя друг другу, а заодно и читателю. А разговоры в основном о политике, на носу война с Францией. Сюжет еще не начался, заметьте, но мы уже понимаем, кто тут главный герой, настроение общества, время, когда все происходит, и обстоятельства. Вообще в этом месте существуют всякие штампы. Например, множество историй начинается с того, что все собрались. Это может быть чей-то день рождения, не обязательно главного героя, хотя его тоже, как в сериале, во все тяжкие. Свадьба дочери Дона Корлеоне и так далее. Многие так называемые герметичные детективы начинаются именно с того, что все собираются в неком закрытом месте, потом кого-то одного убивают. Убийца один из нас, так как внешним людям взяться неоткуда, поэтому такие детективы называются герметичными. А другой, один из нас, начинает расследование. Это может быть дом в лесу, да еще и заваленный снегом, мышеловка, остров без связи с материком, десять негритят, поезд, восточный экспресс, яхта, смерть на Ниле. Мастер таких детективов, конечно, Агата Кристи, и я, конечно, специально перечислил именно ее, герметичные детективы. Иногда до экспозиции еще идет пролог. Это такая увертюра, в которой намечаются мотивы и темы, которые будут разворачиваться дальше. Иногда в прологе дается в сжатой форме весь сюжет. Пролог придумали античные трагики. В эпоху Возрождения, подражая античной трагедии, драматурги вводили в свои пьесы пролог, но слегка лукавили и объединяли пролог и экспозицию. Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои, им не хотят унять кровопролития. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерть и сверх того, мир их родителей на их могиле на два часа составят существо, разыгрываемые перед вами были. Смотрите, здесь пересказан весь сюжет Ромео и Джульетты. Но Шекспир явно пользуется этим текстом как экспозицией. Дальше начинается сюжет, в котором мы уже понимаем все про вражду, про Верону и ждем, с кем же случится любовь. Зрителям необходим сюжет, действие. Только оно захватывает зрителя, поэтому экспозиция должна быть как можно короче. Лучше, если она будет вплетена в сюжет. Причем, если в театре, в кино еще можно потянуть с этим делом, зритель потерпит, если ему будет скучно минут десять. Выдаст вам кредит доверия, раз уж он все равно купил билет, пришел сюда. То дома, у телевизора или у компьютера, если зрителю скучно минут пять, он переключит на другой канал. А уж в интернете заставить зрителя посмотреть ролик больше двух минут еще сложнее. Поэтому необходимо сразу погружать зрителя в сюжет и не давать расслабляться. Можно дать выразительную цепляющую деталь. Как, например, в интернет-сериале «Бар на грудь» Ирины Вилковой. С самого начала нам показывают эту самую грудь. Очень красивую. Это цепляет по меньшей мере половину аудитории. Там, как говорится, тема раскрыта. Какие еще существуют штампы в экспозициях? Например, в американских фильмах очень часто все начинается с того, что у главного героя все плохо. Ну, все совсем плохо. Его уволили с работы, от него ушла жена. У него кризис среднего возраста, что выражается во внезапной импотенции. А еще в машине бардачок не закрывается. Вот этот бардачок становится последней каплей, после которой герой раздражается сам на себя, встает в полный рост и идет мочить врагов. Ну, или разбираться со своими проблемами. Исходное событие. Это то, что двигает историю. Это может быть событие, произошедшее до начала повествования. А может быть и то, что происходит на наших глазах в продолжении действия. Нельзя путать с начальным событием или завязкой. Вот оно точно происходит на наших глазах. Гамлет. Исходное событие – смерть отца. Оно произошло до начала пьесы. Оно заставило Гамлета бросить учебу и приехать в Данию. Другая часть исходного события происходит уже при Гамлете. Мать скоропостижно вышла замуж за брата короля, своего первого мужа. А начальное событие – завязка – состоит в появлении призрака Гамлета-старшего и информации о том, что он убит тем самым братом короля и дядей принца. Вот это запускает цепь роковых случайностей. Исходные события в детективах тоже, как правило, лежат в нерассказываемой истории. Чтобы раскрыть убийство, нужно ведь выяснить мотив убийцы. А он, как правило, в прошлом. До того, как гости стали собираться в доме под снегом, в одном вагоне, на одной яхте. А вот начальное событие – убийство. Фауст, отдавшись учению, пропустил жизнь. В ней не было ничего, кроме книг. Это исходное событие. Продажа души Мефистофелю – начальное событие. Теперь Фауст вернет себе молодость и пустится во все тяжкие. В сериале «Во все тяжкие». Это не просто шутка, я действительно утверждаю, что во все тяжкие – это просто Фауст и есть. Просто рассказанный по-новому. Вы помните, истории-то, в общем, немного. Так вот, во все тяжкие – исходное событие – это неудавшаяся жизнь Уолтера Уайта. Его обманули коллеги, выкинули из проекта, автором которого он был. Коллеги сказочно обогатились. Это было до начала повествования. А сейчас Уолтер – школьный учитель химии, вынужденный подрабатывать на автозаправке мойщиком. У него сын с церебральным параличом и жена беременна незапланированным ребенком. Все собираются на его 50-летие, у него обнаруживают рак легких, а еще у него бардачок не закрывается. Да, Breaking Bad играет со всеми возможными штампами, но так виртуозно авторы сериала – Винс Гиллиган и компания – выстебывают эти штампы, но все равно строят на них сюжет. Абсолютно гениально. Вообще, если вы еще не видели этот сериал, горячо рекомендую – настоящий шедевр. Дальше начинаются события, перипетии. Причем строятся они по принципу постоянного повышения ставок. Герои попадают из огня до в полымя. Причем каждая следующая проблема серьезнее предыдущей, и героям приходится прикладывать больше усилий, чтобы выбраться. А выбравшись, они должны достичь большего, чем в прошлый раз, когда выбирались из предыдущей ямы. Иначе зачем выбирались? Почему это должно быть именно так? Потому что иначе скучно. Причем этот прием действует как на протяжении всего повествования, так и в рамках одной конкретной сцены. Во второй части «Индианы Джонса» есть гениальная сцена, когда доктор Джонс со своей свитой обнаруживает себя в пустом самолете. Без пилотов. Самолет летит на скалы. Он сейчас разобьется. Джонс хочет начать управление самолетом, но он не умеет. Но это единственный шанс выжить. Джонс садится за штурвал. Но тут выясняется, что нет топлива. Двигатели останавливаются, перестают крутиться винты. Смерть неизбежна. Джонс садоварищи выпрыгивает из самолета вместе с резиновой лодкой. Отчаянный шаг, но единственный шанс. Самолет врезается в скалу и взрывается за их спиной. Избежали взрыва. Но теперь они разобьются. В воздухе лодка надувается, успевает надуться в последний момент и смягчает удар о землю. Ура! Они не разбились. Но лодка приземлилась не просто на землю, а на заснеженный склон высокой скалы. Они едут на лодке, как на санках. Санки разгоняются, склон очень крутой. Теперь они точно разобьются. Обрыв. Лодка с героями летит с высоченной скалы. Всем конец. Они орут, как ненормальные. Некоторые зрители тоже. Но зрители понимают, что от начала фильма прошло всего 20 минут. И главный герой еще пока не может погибнуть. Таковы законы жанра. Точно лодка попадает в реку. Джонс со свитой расслабляется. Рано. Река-то горная, быстрая. Они плывут по порогам. Все быстрее и быстрее. Сейчас утонут, разобьются. Нет. Достигают тихого места. Расслабляются в лодочке, которая тихонечко причаливает к берегу. Герои спасены. И тут из-за деревьев появляется страшный индийец-старик. И почему-то кажется, что от него угрозы больше, чем от пустого самолета, скалы и горной реки. Почему так кажется? Экзотический наряд. Очень серьезное выражение лица. И тревожная музыка. Потом-то выяснится, что старик добрый. Но он заставляет героя выполнить такую задачу, в результате которой Джонс чуть не потеряет свое сердце. Поворот. Ну, это, как мы уже говорили, усиление угрозы или смена задач героев. В общем, это рецепт, по которым строятся перипетии. Назад в будущее. Марти попал в прошлое. Ему надо вернуться. Но он неосторожно встретился с девушкой, которая должна в будущем стать его матерью. Девушка влюбляется в него, а не в будущего отца. Чистый Эдип. Истории немного. Мы все время рассказываем одни и те же. Весь вопрос в том, как мы их рассказываем. Продолжаем про Марти. Его связь с матерью грозит его существованию. Его брат и сестра уже начали исчезать с фотографии, которую он захватил из будущего. Угроза усилилась. Сначала он должен был жить не в своем времени. Теперь вообще, скорее всего, он не будет жить. И его задача сменилась. Вместо того, чтобы просто помогать Доку готовить его возвращение назад в будущее, он должен свести своих молодых родителей, исправить свою руковую ошибку, Гамартию. Поворот призван шокировать зрителя, чтобы заставить его заинтересоваться, следить за развитием событий дальше. Примерно так, как я шокировал вас в начале лекции, сказав, что история – это не наука. Кульминация. Она же развязка. Она же финальная битва. Это наиболее напряженный момент в драматическом произведении, в котором развязываются все сюжетные узлы, разрешаются все столкновения героев. В «Гамлете» это, конечно, дуэль Гамлета и Лаэрта с параллельным случайным самоотравлением королевы и убийством Клавдия. В «Ромео и Джульетте» смерть Ромео, потом Джульетты. В «Назад в будущее» сложная сцена возвращения Марти. Помните, сколько там проблем? Мало того, что Марти должен коснуться шестом провода именно в тот момент, когда в часовую башню ударит молния. Он еще в этот момент должен иметь скорость – 88 миль в час, но у него машина не заводится, а у Дока обрывается провод, который должен направить энергию молнии в машину времени, а молния ударит через две минуты, включен фактор времени. В общем, напряженнее некуда. Но зато, когда все получится, вас ждет катарсис. Все, что после него – эпилог. Четыре капитана несут тело Гамлета, Монтеки и Капулетти примеряются на могиле детей, Марти вернулся в свое время и бежит к родителям – это все эпилог. Мы уже в эллигическом, расслабленном настроении прощаемся с героями. Вот эти элементы, из которых состоит хорошая история, как подметили ученые. Эти ученые долго ставили эксперименты, ходили в театры, смотрели кино, читали книги и установили, что, конечно, бывает по-разному, но без трех основных элементов все-таки драмы не будет. А именно – экспозиции, перипетии и развязки. Они назвали это трехчастной структурой и объявили догмой. С умным видом они стали учить на своих лекциях студентов писать пьесы и сценарии, используя трехчастную структуру. История должна состоять из трех актов. В первом – экспозиция и начальное событие. Желательно увлекательно, тесно переплетено между собой и уже не без перипетий. Во втором – мясо перипетии с поворотами, повышением ставок, усугублением проблем. Третье – развязка, финальная битва. Они, ученые, утверждают, что это определил еще Аристотель. И с его времен ничего не изменилось в восприятии людей. Здесь сразу несколько неправд. Во-первых, у Аристотеля ничего подобного нет. Во-вторых, восприятие все-таки меняется. В-третьих, актов бывает и больше. Например, когда появились телевизионные сериалы, стали говорить о том, что каждая серия должна строиться по принципу пятичастной структуры. Почему? Да потому что в сериале есть начальные титры и три рекламных блока за серию. Нельзя начинать серию с титров, никто этого не переживет, переключит. Надо начать с тизера, от английского to tease – дразнить. Там показывают убийство или что-то загадочное, чтобы человек пережил титры. В крайнем случае показывают кусочек кульминации, потом пишут семью месяцами ранее и спокойно рассказывают историю, начиная со скучной экспозиции. Этот прием называется «Инверсия». Ею постоянно пользуются в сериале «Во все тяжкие». Потом, после титров, каждая часть между рекламными блоками должна быть законченным актом, с крючком, тегом, клиффхангером, чтобы зритель пережил рекламный блок. И финальная часть должна быть с мощным крючком, чтобы зритель вернулся на следующую серию. Представляете, какой должен быть крючок в пятничной серии? Все это, конечно, идет от желания заработать как можно больше денег, и больше ни от чего. Поэтому, кстати, учебников по сценарному мастерству гораздо больше, чем по теории театральной драматургии. В кино больше денег, ведь у него больше зрителей. Но в самом деле, ну сколько человек может набиться в театральный зал? А кино идет сотнями копий в тысячах кинотеатров по всему миру. А потом можно продать диски, онлайн-просмотры и майки с принтом. Поэтому в сценаристы стремится больше народу, чем в театральной драматурге. И учебников для них больше, ведь их больше покупают. И лекции для сценаристов читают больше. Всякие неудачники, типа меня. А трехчастная структура интуитивно понятна каждому, кто хоть раз в своей жизни рассказывал анекдот. Смотрите, экспозиция. Математик и физик летят на самолете над штатом Канзас. Понятно кто, понятно где. Перепетии, физики. Физик видит черную овцу, пасущуюся на лужайке, и записывает в своем дневнике. В штате Канзас водятся черные овцы. Что случилось? В поле зрения летящих на самолете попал черная овца. Что это за собой повлекло? Запись физика в дневнике. Развязка кульминации. Математик записывает на севере Канзаса, есть по крайней мере одна овца, черная сверху. Между физиком и математиком произошла финальная битва. Это битва в виде подхода к точности научных выводов. А с нами, слушателями, случился катарсис. То есть очищение в виде смеха. Проверьте, по этому принципу строится любой анекдот. Спрашивается, зачем городить огород, если анекдоты рассказывают все. Авторы учебников для киношных сценаристов разобрали все самые мелкие элементы истории. Они выяснили, что не бывает сцен без конфликтов. Ценное замечание, верно? Как будто и так непонятно, что без конфликта смотреть, читать, слушать неинтересно. Даже постельную сцену. Но вспомните Ромео и Джульетта. Они просыпаются после первой брачной ночи. Ромео собирается идти, боясь разбудить Джульетту. Он должен бежать. Ведь к этому моменту он уже убил Тибальта. Его ищут. Пора, уже утро. Поет жаворонок. Но Джульетта просыпается, удерживает Ромео. Она утверждает, что это соловей поет под окном. Еще ночь. Ромео соглашается остаться и погибнуть. Раз этого хочет Джульетта. Поцелуи, нежности. Нет, благоразумие берет вверх. Джульетта говорит, что Ромео пора бежать. И ей мерещится гроб. Сцена наполнена конфликтом. Герой приходит к другому герою. Он у него что-то просит или требует. Он получает это или не получает. Но выходит из сцены не тем же самым, каким вошел. Чиновники приходят к Хлестакову давать взятку. Им страшно. Но они преодолевают себя. Им важно попросить Хлестакова не замечать их грешки. Грешки. А именно то, что они разворовали все в своем городе. Они пытаются мотивировать его взятками. Они же не знают, что Хлестаков не ревизор. А Хлестакову очень нужны деньги. Их он и просит у чиновников. То есть он их обкрадывает. Все воры воруют друг у друга. Тут конфликты комедийные. Комедия ошибок. Но без них нельзя. Даже если герой на сцене один, значит у него внутренний конфликт. Быть или не быть. Иначе зачем следить зрителю. Киношные ученые напридумывали кучу разных слов. Я всех не знаю. Вот некоторые из них. Арка героя, брешь, алмаз героя, закладка, эффект неожиданности и тому подобное. Все руки не доходят их изучить как следует. Некогда. Надо писать или редактировать. Или лекции читать. Очень смешная недавно вышла книга по сценарному мастерству. Как работают над сценариями в Южной Калифорнии. Авторы Дэвид Говард и Эдвард Мабли. Ровно половина книги это теоретические выкладки. Как надо писать сценарии. Вторая половина. Разбор известных картин. Чуть ли не в каждом разборе есть такая фраза. Вот в этом фильме авторы нарушили вот такое-то правило. Но это все равно работает так, как и подводится под это дело теоретическая база. А вот в этом фильме вообще герой не один, а два. Но на самом деле это один и тот же герой. Просто две разных его ипостаси. В общем, без смеха читать невозможно. Учат слона быть зябликом. Не менее забавная книга вышла недавно у вполне успешного российского сценариста Олега Сироткина. «Противоречие. Перевертыш. Парадокс». С присущей Олегу дотошностью он разобрал в теории на примерах, как работают так называемые голливудские фильмы. Какие элементы в них должны быть и всегда есть. Зов к приключениям, поиск ментора, отказ от пути, принятие себя. Вот это вот все. То есть он подробно объяснил читателю, почему голливудские фильмы стали такими предсказуемыми. Сомневаюсь, что он хотел добиться именно этого эффекта. Но еще два термина я все-таки позволю себе привести. К тому же придумал их не теоретик, а самый настоящий, да к тому же великий режиссер Альфред Хичкок. Эти два термина – саспенс и макгаффин. Саспенс – это напряженное, тревожное ожидание чего-либо. Изобрел этот прием Хичкок, как гласит легенда, когда снимал фильм «Психо». Там у него героиня идет мыться в душ. Звучит тревожная музыка. Мы уже подозреваем неладное. И точно, когда она скрывается за шторкой, в ванной появляется страшный убийца с ножом, лица которого мы не видим. Он крадется, она моется. Тень ножа на стене, музыка все тревожнее. Зрители замерли. Самые страстные кричат, как на детских утренниках баба-яга сзади. Но девушка не слышит, вода шумит. Он крадется, она моется. Она моется, он крадется. Время растягивается. В зале от напряжения уже кто-то умер. Но на это никто не обратил внимания, даже тот, кто умер. Потому что, как умрет героиня на экране, рассказывают интереснее. Убийца крадется. Тень от ножа все длиннее, героиня все чище. И вот шторку кто-то срывает, она поворачивается, орет. В зале тоже орут все, даже тот, кто умер. Нож поднимается, опускается несколько раз. Там еще музычка такая резкая, неприятная. В ванную льется кровь, героиня мертва. Мы так этого ждали. Напряженно. Говорят, что во время первых просмотров фильма «Психо» случались разные казусы со зрителями. Кто-то мог и отписаться. А с кем-то инфаркты случались. Ну, у нас теперь так просто не возьмешь. Мы зрители искушенные. Нам теперь надо что-нибудь пострашнее. Ставки-то повышаются. Кстати, Хичкок убил главную героиню на 20-й минуте фильма. Это к разговору о законах жанра. Вторая функция саспенса – помочь пережить скучные разговоры. Тот же Хичкок говорил, что если вам нужен скучный диалог сидящих за столом людей, поместите под стол тикающую бомбу. Люди будут следить за тем, взорвется она или нет, и скушают диалог. Еще в одном фильме Хичкока «Веревка» в первом кадре двое молодых людей душат третьего. Веревкой как раз. Закончив с этим, они прячут его труп в сундук. На сундук стелют скатерть, приносят тарелки, вилки, зажигают свечи, начинают собираться гости. Весь фильм ничего не происходит. Светский прием с закусками на сундуке, в котором лежит труп. Об убитом говорят. Кто-то что-то начинает подозревать, под конец гости расходятся, так и не узнав тайны сундука, на котором они ели. Нет, тайна раскрывается, конечно, но это не главное. Главное, что от этого неспешного повествования, в котором, в общем, ничего не происходит, невозможно оторваться. Фильм можно было бы назвать не «Веревка», а «Саспенс». Но, например, Шекспир не смотрел ни «Веревку», ни «Психа». Слово «Саспенс» он не слыхал, однако пользовался этим приемом постоянно. Ромео и Джульетта, сцена на балконе. Джульетта признается в своей любви Ромео, не зная, что он подслушивает. Он появляется, они продолжают диалог с объяснениями. Любовные стихи, высокая поэзия, лирика, скука смертная. Но Ромео проник в сад Капулетти тайно, а он Монтекки, из враждующего рода, тикает бомба в виде самих Капулетти или их слуг, которые могут обнаружить его тут и убить. Саспенс. Ладно, ради наших щекотных нервов потерпим вашу поэзию. Но и те, кто видел всего Хичкока и твердо знает, что такое саспенс, тоже пользуются им виртуозно. Вспомните любой хоррор или любой длинный диалог в фильмах Тарантино. Страшные убийцы едут неизвестно зачем, но ясно, что убивать. У них большие пистолеты и похоронные костюмы. Следя за ними, мы выслушаем любые диалоги про четвертьфунтовый чизбургер, вообще не относящийся к сюжету тема, и про массаж ног жены их босса, который мы еще в глаза не видели, за который кого-то там выкинули из окна, его мы и не увидим никогда. Этот разговор очень важен для сюжета, но сам по себе скушен. Тарантино скармливает нам эту информацию, пока мы напряженно ждем, кого и как будут убивать Джулс и Винсент. Макгаффин. Когда Хичкок объяснял, что это, он рассказывал анекдот. Едут два человека в поезде. Один другого спрашивает, что там завернутое лежит на верхней полке. Второй отвечает, а, это Макгаффин. А что такое Макгаффин? Ну, это такой аппарат для ловли львов в северо-шотландском Нагорье. Но в северо-шотландском Нагорье нет львов. Ну, значит, и Макгаффина никакого нет. Все отметили трехчастную структуру анекдота. Макгаффин — это нечто, какой-то предмет, который имеет особую важность для героев. Они могут бороться за обладание им, могут, наоборот, стремиться избавиться от него. Все поиски клада — это поиски Макгаффина. Начиная с золотого руна Ясона. Кольцо всевластия — это Макгаффин. Смерть Кащея, который на конце иглы — Макгаффин. Помните, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дереве, дерево на острове, остров не знаю где, сколько всего нужно преодолеть, чтобы найти иглу сломать. И все время меняется задача. Найти остров, залезть на дерево, догнать зайца, пристрелить утку, разбить яйцо. А сколько приключений на пути к острову, и все из-за Макгаффина. Почему Макгаффина на самом деле нет? Да потому что, по большому счету, неважно, по какому поводу состоятся все эти приключения. На месте иглы с Кащеевой смертью может быть что угодно. Бриллианты, зашитые в стул. Или железный трон. Интересен нам герой, его характер и путь, который он пройдет. Главное убедить зрителя, что этот предмет очень важен для героя. Святой Грааль – крайне важный Макгаффин. Для Индиана Джонса в третьей части. Честнее всего о Макгаффине говорят русские народные сказки. «Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». Или в гениальной формулировке Филатова в сказке про Федот Стрельца «Исхитрись ко мне добыть то, чего на белом свете вообще не может быть». В общем, если вы нашли героя с характером и роковым изъяном Гамартии, нашли исходное и начальное событие, определились, какую историю будете рассказывать, про осажденную крепость, про возвращение домой, поиск Макгаффина или самоубийство бога, придумали все повороты, насыпали саспенсу, включив фактор времени и запустив тревожную музыку. Завели все часовые бомбы, под всеми столами, за которыми идут скучные информационные разговоры. Нашли конфликты и повороты в сценах, обеспечили людям катарсис. Ура! Вы правильно построили историю по учебнику. Только не удивляйтесь потом, что ваша история похожа на сотни других. Ведь все они построены по одному и тому же учебнику. Снайдера или Сироткина. С другой стороны, сторителлинг сейчас очень моден в бизнесе. Всякие стартаперы должны представлять свой проект, свой продукт в бизнесе, чтобы получить инвестиции на реализацию. Только не таким сухим языком. Высокая конкуренция заставляет их искать способы сделать свой рассказ более занимательным, чем у другого борца за деньги инвестора. И бизнес очень заинтересовался сторителлингом. И поскольку занимательный рассказ, нарратив, еще одно умное слово, это все-таки не их профиль, они пользуются услугами наших учебников и коучей, которые помогают им выстроить сообщения по всем правилам сторителлинга. С чего начать? Как сократить и сделать занимательную экспозицию? Как найти поворот в своем рассказе? Где-то нагнести атмосферу, то есть добавить саспенсу, поискать конфликты, заставить слушателя напряженно ожидать развязки? И тому подобное. Также сторителлинг важен для преподавателей, чтобы студенты не уснули на лекции. Например, на этой. В своей экспозиции я вас сразу огорошил. Пришел читать лекцию по сторителлингу и тут же сказал, что никакого сторителлинга нет. Там же я рассказал вам немного о себе. Вы, наверное, этого и не заметили. Я сказал вам, что по образованию я математик, но пишу истории, работаю редактором. Эта информация была разбросана, растворена во всем повествовании и не выделялась в отдельный блок, поэтому не была для вас скучной и не выглядела моей саморекламой. Исходное событие – это констатация потребностей людей в хороших историях, а начальным событием стала та часть лекции, в которой, наконец, пошла речь о том, какие бывают истории. Кроме того, я все время находился в конфликте с самим собой, самоиронично высказываясь о том, что читаю лекции. Конфликт был у меня и с учебниками по драматургии, и с их авторами. Я все время стоял как бы в оппозиции к попыткам поверить алгебре и гармонию, но при этом все по этим учебникам вам рассказал. Дал вам классификацию историй, рассказал о структуре историй, ввел довольно много терминов из этих самых учебников и назвал несколько самых лучших книг по драматургии от Аристотеля до Сироткина и Талала. Я все время шутил. Более или менее удачно – это были мои повороты. Я использовал массу конкретных узнаваемых деталей, иногда даже вымышленных, как, например, счет из прачечной адмирала Нельсона, только чтобы необычностью и узнаванием удерживать ваше внимание. А кульминацией моей лекции стало то, что я разобрал ее структуру именно с точки зрения стори-теллинга, которого нет или все-таки есть. Катарсис. Нет, я вам не врал, но я немного сместил акценты ради занимательности. Нет, я все-таки считаю историю наукой. Но по образованию я математик. Эпилог. Так важно ли знание структуры и приемов стори-теллинга для того, чтобы рассказать историю? Я не знаю. Я думаю, что все это надо внимательно изучить, разобрать, пропустить через себя, усвоить и забыть. Нельзя рассказывать истории, подходя к ним с линейкой. На пятой странице должно быть убийство. Но надо помнить о зрителе, о том, чтобы ему не было скучно. Можно сначала сочинить историю, а потом проверить ее на соответствии структуре. Это помогает подтянуть, докрутить какие-то вещи и в конечном счете улучшить историю. Но самое главное, это, конечно, понимание, почему вы хотите рассказать именно эту историю, что вы хотите этим сказать и почему зритель должен вас слушать. Астрид Лингрен как-то спросили в интервью, какой должна быть книга для детей. Очевидно, от нее хотели услышать именно это. Завязка, потом приключения, потом развязка и назидание в ненавязчивой форме. Но она ответила иначе. Уверяю вас, я долго размышляла над этим вопросом, но другого ответа не нахожу. «Книга для детей должна быть хорошей». Кажется, это самый внятный ответ на вопрос, как писать историю. Спасибо. Из анекдота, который рассказывал Хичкок. Это абсолютно бессмысленное слово с шотландским акцентом. Еще кто-то? Ты начал говорить про Тарантино уже в конце, после того, как у меня возник вопрос про Тарантино, постоянная инверсия, это окей, но вот про Кора, Паунт, Чизбургер, вот эта вся история, мне все-таки кажется, что это как будто бы не просто какие-то бессмысленные слова, которые интересны за счет того, что есть какой-то саспенс, а что это само по себе, как картина. Это просто все как бы... Во-первых, это красиво. Это точно совершенно. Но это еще и подготавливает историю о том, что он был в Европе, в Амстердаме. Это важно. Нам важно показать, что он наркоман, Тарантино важно, да? И он таким образом это тоже вводит. То есть он через его пребывание в Европе, через четвертьфунктовый этот самый Чизбургер, таким образом нам все равно дает некую экспозицию героя. Экспозиция? Ну да. Нет? Спросите что-нибудь. Есть какие-то вопросы, что-то, может быть, не запомнилось, или наоборот? Сестра есть. Все короче. Стори теллинг в широком смысле, как ты говорил, применяется в разных сферах и в сфере бизнеса тоже. Насколько актуально использовать отношенческий аспект, который сейчас в киносериальном, в телесериальном очень актуален, в бизнесовом пространстве стори теллинга? Я совсем не специалист в этом, потому что я этим не занимаюсь. Просто как гипотеза. Говорят, что да. Говорят, что переговоры — это особое искусство, которое строится по тем же самым принципам, что и просто стори теллинг. Если ты выходишь на переговоры один, у тебя возникают отношения с будущим партнером, ну и так далее, и так далее. Если вы выходите вдвоем, вы между собой должны разыгрывать какую-то историю, чтобы представить это публике, а публикой становится любой слушающий. То есть я совсем, правда, в этом не специалист, но говорят, что это работает. Есть специальные коучи по стори теллингу для бизнеса. По сути, такой стартапер становится перформером. Абсолютно точно. Можно посмотреть любые лекции на TED, например. Там это прямо видно. А не теряется ли суть за перформансом? И нельзя ли перформансом обмануть и получить деньги на что-то? Можно. Еще. Можно. И как это сделать, Марк? Мы хотим следующую лекцию. Как это сделать? Вот так мы начали стори теллинг. Да. Возникла история конфлик. Да, да, да. Сейчас будет развязка. Марк говорит, не буду рассказывать. Не буду рассказывать. Ну, пожалуйста, расскажите. Я не буду рассказывать по одной причине. Я не знаю. Это либо есть, этому нельзя научиться. Это либо есть, либо этого нет совсем. Такой вопрос. Вот чаще всего, Михаил, вы рассказывали про какие-то драматические истории, да, и приводили их в пример. А как с комедиями? Все ко мне на «ты», а ты одна на «вы». Ладно, хорошо. Ну, правда, 22 года в браке, можно ли на «вы» перейти. Ну, хорошо, но я тоже, видишь, хочу какого-то конфликта, я хочу какой-то игры. Что случилось, Саша? Почему в мой день рождения ты переходишь со мной на «вы»? Потому что у нас лекция, и мы тоже играем, это тоже перформанс. Про комедии? Да, так, Михаил, что вы скажете нам за комедию-таки? Смех. Это тоже катарсис. Это тоже форма переживания вот этого очищения, оздоровления, какого-то, повторюсь, очищения. Но комедия, она строится по тем же самым принципам, что и драма. Мы все равно следим за переживаниями героев. Мы ставим человека, обычного человека, в необычную ситуацию, в комедийную ситуацию, да, то есть, ну, в такую, где, ну, которую невозможно представить в жизни. Ну, там, условно говоря, ядерный физик, очень умный, потрясающий, удивительный, ну, абсолютно неприспособленный к быту и к жизни, и более того, он почти аутист, и его опекает сосед по комнате. И из этого возникает масса комедийных историй. Но характер и отношение к нему и рассказывающего, и смотрящего очень драматичное, потому что, ну, этого человека жалко все равно. Это вы сейчас что имеете в виду? Это я имею в виду, конечно, сериал «Теория большого взрыва», да, великий совершенно сериал. Да, не поиграться. Еще какие-то у кого-то вопросы, может быть? Все? Предложения? Предложения. Маша? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Михаил. Ждем вашего сценария. Спасибо. Да. Спасибо.